Здравствуйте! Я всегда рад приветствовать на своем видеоканале отечественного производителя и сегодня я с удовольствием представляю вам компанию «Электроавтомат» из города с красивым названием «Алатырь». Конечно же, речь в этом видео пойдет о узлу «Элта 2D». Это дифавтомат с функцией защиты от дугового пробоя. Но об этом чуть попозже, а пока буквально пару слов о самом заводе. Завод «Электроавтомат» основан еще в советские времена в августе 1960 года специально для производства электрокоммутационной аппаратуры для авиационной промышленности, для самолетов и вертолетов. Сам этот факт говорит о том, что коммутационная аппаратура, производимая заводом «Электроавтомат», должна быть высочайшего качества, так как это напрямую влияет на безопасность полетов на самолетах, на вертолетах. Конечно же, с тех времен многое изменилось, и завод сохранился, установлено новое технологическое оборудование, применяются технологические процессы точного авиационного приборостроения. Ну и вот как итог я вам представляю УЗО «Элта 2D». Да, кстати, у компании «Электроавтомат» есть свой собственный сайт, там же все цены на продукцию, все ссылочки в описании к этому видеоролику. На этом сайте представлен широкий выбор защитно-коммутационной аппаратуры. Кстати, меня очень порадовал широкий выбор селективных устройств защитного отключения с достаточно привлекательными ценами. Итак, перейдем к главной теме УЗО «Элта 2D», о его достоинствах, недостатках, о его технических характеристиках, ну и проще говоря, что мне понравилось в этом устройстве, а что нет. Начну с того, чем УЗО «Элта 2D» мне приглянулось. Первое – это многофункциональность. Я насчитал шесть функций, которые может выполнять это устройство. Первая функция – это функция автоматического выключателя. Вторая – это функция УЗО. Третья – это функция УЗИП – устройство защиты от импульсных перенапряжений. Четвертая – это функция реле напряжения. Далее – функция защиты от электрической дуги, от дугового пробоя. И дистанционное управление устройством – шестая функция. Вот шесть функций, которые выполняют это устройство. То есть, приобретая и устанавливая УЗО «Элта 2D», вы получаете пять защитных устройств, по сути, в одном корпусе. То есть, это защита от короткого замыкания и перегрузки, защита по утечке по току, защита от импульсных перенапряжений, защита от высокого напряжения и защита от электрической дуги, защита от пожара. Ну, я думаю, это более чем достаточно для такого небольшого устройства. Второе – световая сигнализация. По ней всегда можно определить, в каком состоянии находится защищаемая сеть. В нормальном рабочем состоянии либо произошла какая-то аварийная ситуация, устройство сработало, при этом всегда можно определить причину срабатывания. Либо была утечка по току, либо было высокое напряжение в сети, либо было обнаружено искрение электропроводки, ну и так далее. Третье – это качество. Корпус выполнен из пластмассы, не поддерживающего горения. Ну и, как вы видите, клеммы у УЗО надежно защищены от прикасания, а силовые контакты – серебряно-графитовые, что исключает их сваривание, слепание при различных аварийных ситуациях. Четвертое преимущество, которое мне нравится – это цена. Цена значительно ниже, чем у зарубежных аналогов. По некоторым фирмам разница в цене более чем в два раза. Но согласитесь, что это достаточно такой сильный аргумент. Ну и пятое преимущество, такое небольшое – это то, что УЗО выполнено нашим отечественным производителем, то есть идет у нас импортозамещение. Ну а сейчас о недостатках. Ну куда же без них. Первый недостаток – я отнес то, что УЗО электронное, а не электромеханическое. Кто-то считает, что электронное УЗО имеет даже преимущество перед электромеханическими, но это чисто мое мнение. Я отнес это к недостаткам. То, что оно электронное, и для его работы требуется наличие напряжения питающей сети 220 В. Без напряжения оно работать просто-напросто не будет. Ну, кроме, конечно, функций автоматического выключателя. И следующий, второй недостаток – это вот такая форма корпуса УЗО. Здесь в нижней части УЗО расположены датчики тока, такие маленькие трансформаторы тока, которые контролируют ток. И поэтому вот такая форма выполнена достаточно неудобно визуально контролировать, как вставляются провода, и у меня даже два провода на два с половиной провода, это были ГОСТовские, настоящие такие провода с хорошим сечением два с половиной квадрата, реальным. У меня они очень-очень туго входили сюда, то есть, когда, если бы без этой приставки, у меня никаких проблем не возникло. Ну, вот такие два небольших недостатка. Соорудил вот такой импровизированный испытательный стенд. Здесь УЗО ЛТ-2Д, питание сверху на него уже подключено. Вот я устройство включил, подключена розеточка, причем один провод, а розетки, как вы видите, разорванный. Именно здесь я и буду показывать последовательный дуговой пробой. Буду его имитировать. Будем смотреть за током нагрузки в электроизмерительных клещах. В качестве нагрузки я применил фен, мощность у него 1800 Вт. Сейчас сначала я включу, покажу вам, какой ток протекает через фен. Я его включаю, а он пока не работает, хотя он включен, потому что цепь у нас разорвана. Вот смотрите, сейчас наблюдайте за показаниями клещей. Как вы видели, 7,5 А. Устройство не реагировало, потому что искрения было недостаточно. Вот теперь я буду имитировать последовательный дуговой пробой. Это у меня графитовый электрод из обычной круглой большой батарейки. Вот смотрим. Оп! Очень быстро среагировало УЗО Элта 2Д. И вот смотрим на световую сигнализацию. Световая сигнализация показывает, что было зарегистрировано искрение в электропроводке. Зеленый светодиод с красным поочередное мигание. Вот таким образом. Ну давайте я сброшу аварию еще раз. Наверное было не так наглядно. Вот идет искрение, допустим, в электропроводке, от чего может произойти пожар. Видите, и УЗО, по сути, спасает нас от пожара. Не дает развития аварийной ситуации. Думаю, что очень наглядно я показал, как она может спасти наш дом, нашу квартиру от огня, от пожара. УЗО Элта 2Д функции устройства защитного отключения. Сейчас, если я здесь замкну цепь, у меня подключается фен корректно, непосредственно через УЗО. Смотрим ток нагрузки 7,5 А. Если же я сейчас подключу вот сюда, то есть помимо УЗО, появится дифференциальный ток и сработает устройство по утечке по току. Вот смотрим. Только я замыкаю здесь, оно сразу же срабатывает, отключается практически мгновенно. И световая сигнализация сейчас покажет... Так вот, сразу он не включается после аварии, ждет некоторое время. Красный светодиод индицирует и показывает нам, что была авария по утечке по току, функция устройства защитного отключения. Показываю, как УЗО Элта 2Д отключается при высоком напряжении. Включаю УЗО, подаю на него напряжение от автотрансформатора. Смотрим за напряжением. Сейчас я его сделаю номинальным. Например, на 220 вольт. Здесь я снимаю аварию. До этого я испытывал, авария осталась. Итак, УЗО нам показывает, что сеть исправна. Напряжение 220 вольт. И сейчас я повышаю напряжение. Оно должно отключиться при 265 вольт плюс-минус 10 вольт. Так заявлено заводом-производителем. Смотрим. Смотрим. 256... 250... 257 вольт. Отключилось УЗО. Так, световая индикация нам показывает, мигает красный светодиод, что УЗО отключилось при высоком напряжении в питающей сети. То есть, 265 вольт минус 10 вольт. Минимум при 255 вольтах УЗО должно отключиться. Оно отключилось при 257. Вот вам я наглядно продемонстрировал еще одну защитную функцию этого УЗО ЛТ2Д. Отключение при недопустимо высоком напряжении питающей сети. За это короткое время я вам постарался максимально рассказать о технических возможностях УЗО ЛТ2Д, на что способны это устройства, какие функции выполняют, как работает световая сигнализация. На этом у меня все. В принципе, устройство мне понравилось. УЗО ЛТ2Д как по качеству, так и по своему функционалу. Задавайте свои вопросы. Ну и до встречи в следующих видеороликах. До свидания, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова